Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камила Татлыева. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Казанском федеральном университете начинаются дни открытых дверей. В Казанском федеральном университете состоялась конференция «Диалоги о частном праве» в Поволжье. Как хорошо ты знаешь историю Казанского университета. В мероприятии по случаю 75-летия Казанского научного центра Российской академии наук приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. К другим новостям. 9 октября в Казанском университете состоялась юридическая конференция. Подробнее об этом мероприятии расскажет наш корреспондент. В Казанском университете состоялась научно-практическая конференция «Диалоги о частном праве» в Поволжье. Она организована исследовательским центром частного права совместно с юридическим факультетом Казанского университета. Конференция посвящена проблематике корпоративных отношений. Это отношения, которые складываются в рамках организации, различных организаций. И обсуждение этой проблематики, оно касается руководителя этой организации, то есть его ответственности, касается вопросов защиты. То есть проблематика юридических лиц, для юристов она понятная, поэтому очень широкий круг отношений, которые относятся к корпоративному праву, к регулированию корпоративным правом. Поэтому здесь вынесены на три площадки наиболее актуальные сегодня проблемы. На основе положений, которые обсуждались на дискуссионных площадках, будет составлен документ, который может лечь в основу законодательных инициатив. Мы очень много говорим о новых экономических отношениях. Без этого сегодня Российской Федерации нельзя идти вперед и встать в один уровень с развитыми экономическими странами мира. Но в этой связи развитые корпоративные права, юридические каноны должны сыграть свою роль, потому что нельзя без грамотного правового регулирования работать в этом направлении. Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универа Ньюз. В Казанском федеральном университете стартует ряд мероприятий по знакомству будущих абитуриентов с вузом. Какие институты распахнут для них свои двери в октябре, смотри в следующем сюжете. У выпускников часто возникают вопросы, куда же мне все-таки пойти учиться. Чтобы развеять их сомнения, многие вузы мира устраивают так называемые Дни открытых дверей, где будущему абитуриенту расскажут и покажут всю изнанку будущего места обучения. Также и Казанский федеральный университет в октябре устраивает ряд мероприятий Дни открытых дверей, где будущим абитуриентам в онлайн и офлайн формате расскажут и покажут будущее место обучения. Старт Дням открытых дверей будет дан 18 октября в Институте фундаментальной медицины и биологии. Приглашенным гостям покажут зоологические и ботанические музеи, а также лаборатории и кафедры института. Дни открытых дверей в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета традиционно проводятся каждый месяц. Будущие абитуриенты могут познакомиться с симуляционным центром, фантомным стомологическим классом, анатомическим музеем, с лабораториями кафедр, которые находятся в этом кампусе. 22 октября для гостей свои двери распахнет Институт математики и механики имени Лобачевского. Мероприятие пройдет в онлайн режиме. Обычно мы рассказываем о наших направлениях, отвечаем на вопросы абитуриентов, рассказываем о том, кто ведет, какие занятия бывают. Кроме этого, также иногда проводим такие мини-экскурсии по лабораториям. 30 октября День открытых дверей проведут сразу два института. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций проведет онлайн-экскурсию. Мы проведем экскурсию для абитуриентов. Мы покажем наши шампусы университетские, покажем студию Универ-ТВ, которая является площадкой для прохождения практик наших студентов в высшей школе журналистики, покажем лабораторию социологических исследований, расскажем о том, каков планируется план приема на следующий учебный год, расскажем о порядке приема, о количестве бюджетных и контрактных мест и о процедуре прохождения поступления в наш институт на все направления подготовки. Чуть позже, в этот же день, Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем приглашает всех желающих познакомиться с институтом. Экскурсия пройдет смешно, как в онлайн, так и в очном режиме. Мы покажем ролики, ответим на все вопросы и вообще все наши дневные дверей такие всегда мини-маленькие-маленькие лекции о том, почему IT-образование сейчас это очень важно. Завершит цикл октябрьских мероприятий Институт международных отношений. 31 октября там пройдет экскурсия, в ходе которой представители института ответят на многие интересующие абитуриентов вопросы. Направление подготовки будут представлять деканы высших школ и кураторы образовательных программ. Представители студенческого комитета по работе с абитуриентами расскажут, какой захватывающей и интересной может быть студенческая жизнь вне учебного времени. Таким образом, у будущих абитуриентов будет возможность изучить интересующий институт изнутри, познакомиться ближе с ВУЗом и сделать правильный выбор при поступлении. В Институте международных отношений Казанского федерального университета продолжается 13-я международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Смотрим. Узнать историю Китая или поближе познакомиться с культурой соседнего государства. Для студентов Института международных отношений КФУ это стало возможным, так как в Институте продолжается 13-я конференция «Россия-Китай. История и культура», где лекции читают ведущие ученые в области Китая-ведения. А вот эти вот открытые лекции мы приглашаем, как правило, ведущих ученых. Это либо ведущие ученые Китайской Народной Республики, либо российские ученые. Вот в этом году, собственно говоря, будет наш коллега из Уральского федерального округа. Одновременно лекции проходят в трех разных локациях. Это подталкивает слушателей к выбору, что же интереснее. Так, в актовом зале им его прошла лекция, посвященная системе органов власти КНР. В двух других аудиториях проходили секции, посвященные истории Китая, культуре и философии страны. Не все лекторы смогли приехать лично в институт, поэтому некоторая часть конференции проходит онлайн. Мы включаем Zoom и, соответственно, на экране ребята будут видеть и все будут слышать. И, соответственно, здесь будет возможность через ведущего задать свои вопросы. Конференция продлится всего несколько дней, но, по словам организаторов, это бесценный шанс как для студентов узнать что-то новое, так и для выступающих. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универ, Ньюз. Иногда знания приходится не просто получать, а добывать самыми сложными путями. В этом убедились герои нашего следующего сюжета. Сможешь ли ты вспомнить биографию известных ученых, рассказать об их открытиях или даже отгадать пословицу, написанную по латыни в зеркальном отражении? Перед этими задачами оказались студенты-аспиранты Казанского федерального университета. Участники третьего этапа конкурса «Знаешь ли ты историю Альма-Матер», который прошел в формате квеста. Впервые в этом году конкурс проходил в три этапа. Первый – онлайн-этап, где ребята должны были проверить свои элементарные знания по истории Казанского университета. Второй этап проходил в музее истории, где они выступали перед жюри, показывали свои знания о деятелях Казанского университета, открытиях. Квест прошел на территории университетского комплекса. Участники команд выполняли задания на различных локациях, в том числе и в музеях КФУ. Присылали фото и видеоответы на задания. Призы будут очень серьезные. Первая команда, которая займет первое место, она в качестве награды получит поездку в Петербург. Второе и третье место команды поедут в Свиярск и побывают во всех музеях этого объекта, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь, когда команды прошли все задания, будут подсчитываться баллы и уже через неделю состоится награждение победителей. Очень понравилось. Было очень много разных заданий на знания не только историков, но и ботаники, геологии и других вещей. Мне очень понравилось, что данный квест такой высокой целью облагорожен, как применение знаний, истории. А если не знаешь, то добываешь их. Было очень классно, было очень интересно поучаствовать в этом конкурсе. Было насыщенно, было бодро, было быстро, было чертовски интересно. Спасибо большое всем организаторам. Диана Шеленкова, Ленардо Валитяров, Универ Ньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»